Продолжение следует... 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 И председатель секции индивидуальной психоаналитической психотерапии взрослых ОБУП. Пожалуйста. Видимо, здесь мне отведена роль мелкого беса. Я должен разогнать скуку Фауста. Но перед этим я хотел бы поблагодарить устроителей конференции. Это была моя давняя мечта – приехать сюда и выступить в докладах. И поговорить про, мне кажется, такую очень важную, в каком-то смысле, может быть, одну из ключевых тем – про тему скуки. Начать я бы хотел с цитата Избродского. Как вы знаете, скука сыграла важную и трагическую роль в его судьбе. Летом 1961 года, когда поэту было 21 год, в якутском поселке Нелькан в период вынужденного безделья и скуки, не было линий для дальнейшего перехода, у него произошел психический срыв. Спустя почти 30 лет, в 1989 году, Бродский произносит следующие слова перед выпускниками Дартмундского колледжа. Ни точные науки, ни гуманитарные не предлагают вам курсов скуки. В лучшем случае они могут нагнать на вас скуку. Но что такое случайное соприкосновение по сравнению с неизлечимой болезнью? Наихудший монотонный бубнёж, исходящий из кафедры или снижающий веки величавый учебник, ничто по сравнению с психологической Сахарой, которая начинается прямо в вашей спальне и теснит горизонт. Я думаю, что наша профессия имеет прямое отношение к этой Сахаре. Но мои размышления о скуке начались с одного случая во время сессии вот этой картины Александра Дайнеки и упоминания о скуке в словаре Ажегова «В грудях скучно, болит и ноет». Ассоциации от слов «скука» повели меня в двух направлениях. Одно из них – через однокоренное «скучать» ведёт к грусти, затем к груди. Той груди, по которой скучает и грустит младенец. Груди полной молока, которая способна наполнить ребёнка радостью и любовью, переживанием единения с хорошим объектом. Переживанием совместного счастья и удовлетворения. Со временем разовьётся в способность понимать себя и других, в понимание, которое наполняет окружающий мир. Другое направление ассоциации, которое я обнаружил в скуке, ведёт тоже, возможно, к однокоренным – скудности, скупости и в своём крайнем проявлении суки любви. Это направление меня привело к пустой и страдающей груди. Она была кем-то полностью высосана, истощена и наполнена страданием. Это, как сказал бы Андрей Грин, негатив груди. Она теперь не только пустая и бесполезна для младенца, но и опасна, ибо она теперь сама может высосать голодного младенца и наполнить его страданием. В своих размышлениях о скуке я буду стараться придерживаться этих двух направлений ассоциации. Теперь, собственно, вот к сахаре скуки. Психотерапевты, как все люди, сталкиваются со скукой в своей работе. Но что нас отличает, нас и поэтов, от других людей, так это то, что нам приходится иметь дело со скукой в её чистом виде, если можно так выразиться. По характеру своей работы психоаналитические психотерапевты, вместо того, чтобы развеять или избегать скуку, должны вступить в прямой непосредственный контакт, чтобы обнаружить и конфронтировать источники скуки. Неизбежность столкновения с состоянием скуки заложена в основное правило психоанализа. Правило свободных ассоциаций предлагает отказаться от ограничений и следовать за потоком ассоциаций, чтобы оказаться в самом эпицентре психической жизни. В начале моей психотерапевтической практики психоаналитик Наталья Ингридовна Кегай потянулась с одним наблюдением, важность которого я понял не сразу. Зачастую, следуя принципу свободных ассоциаций, вместо того, чтобы оказаться в месте, где бушуют и кипят страсти, мы вынуждены находиться в пространстве психического штиля, где властвует её величество скука. Чем больше мы стараемся быть свободны, тем легче мы сталкиваемся с ограничениями навязчивого повторения. Мысли двигаются по замкнутому кругу, а чувства улетучиваются. Центральным становится переживание безжизненности. Скука становится спутницей терапевта на протяжении всей его работы. Часто именно со скукой связаны ключевые изменения в терапии. Многие аналитики скучали со своими пациентами. Вокруг переживания скуки разворачиваются в событиях, в статьях, определивших и изменивших вектор психоанализа. Бильгейм Райх в работе, посвященной про них характера. Герберта Розенфельда в изменении техники психоанализа. Бетти Джонсепп в статье «Пациент, до которого трудно достучаться». Дональд Мельцер в «Клаустроме», Джон Стайнер в книге «Психические убежища» и другие. Моя идея состоит в том, что состояние скуки является не только препятствием и сопротивлением тормозящим психоаналитическую работу. Наряду с этим состояние скуки является одним из немногих переживаний, дающим нам напрямую доступ к молчаедливому инстинкту, действие которого обычно тихо и незаметно, но при этом разрушительное для психической жизни. Я имею в виду инстинкт смерти. Для того, чтобы продемонстрировать свою мысль, я обращусь к психоаналитической теории, а затем к своему клиническому опыту. Скучная теория или теория скуки. Хочу напомнить известные психоаналитические теории, которые, на мой взгляд, проливают свет на феномен скуки. Фрейд первоначально в 1893 году в исследованиях истерии связывал свободные ассоциации с торможением и работой защитных механизмов. В первую очередь, навязчивого повторения, оберегающего скрытые сексуальные или травматические переживания и блокирующие психоаналитическую работу. Другая идея, которую можно отнести к происхождению скуки, высказана им в работе 1910 года. И посвящена она, как ни странно, одной из самых ярких и интересных людей в истории человечества – Леонардо да Винчи, который страдал от приступов скуки. И, как известно, десятилетиями не мог закончить свои шедевры, теряя к ним интерес. Многие из которых так и остались незавершенными. Фрейд считал, что Леонардо, будучи гением, был переполнен идеями, но испытывал сложности с их воплощением. На протяжении длительного времени он страдал от приступов скуки, за которой стояли серьезные психологические трудности. Обычно он терял интерес в работе, в жизни и к людям, которые его окружали. В момент завершения, когда он должен был расстаться со своей работой, или когда его спутники взрослели. Фрейд предполагал, что Леонардо трудно было принять момент отделенности объекта, будь то предмет его работы или важный человек, с которым у него были личные отношения. В 2019 году он впервые описал негативную терапевтическую реакцию, как форму тотального сопротивления установлению связи с хорошим объектом. В этой ситуации защитную в кавычках злость и ненависть вызывают не страдания, а наличие хорошего объекта. В этой работе Фрейд излагает свою теорию изъятия либидо из объекта, которая легла в основу его понимания нарциссизма, а затем и таких психических расстройств, как шизофрения, паранойя, объединенных в то время термином деменция-просикс. Как вы знаете, новаторская идея Фрейда заключалась в том, что при этих расстройствах психики большая часть либидо изымается из любящего объекта и возвращается в я, или, как сейчас бы сказали, в самость. Состояние таких людей стремится к первичному нарциссизму, состоянии психики ребенка в утробе матери, где другой, то есть мать, представлен в виде беспредметной, газообразной или водной среды. Вследствие этого другой человек, а затем внешний мир перестают, или так и не начинают, быть источником жизненной энергии, питающей психику, возбуждающей в ней интерес и желание жить. Такие люди теряют всякие интересы к другому и к жизни испытывают сильные приступы скуки, если это не дает ощущение всемогущества или обладание чем-то сверхценным, подобие источника жизни внутри себя. Такое состояние психики Фрейда развернуто описал в случае Шребер. Владимир Владимирович Надбоков дал в своем стихотворении емкую иллюстрацию такого состояния. «Если бывало, наводишь весь день, лежа на мягком диване, это не скука, даже не лень, это избыток желаний, гордость увенчина, греза поет, близко, что брошено к счастью, нет настоящего, сердце живет жизнью грядущего счастья». Фрейд считал эти группы больных недоступными для психоанализа, так как у них отсутствовал перенос. Возможно, именно парализующие действия скуки помешало Фрейду продвинуться дальше. И поэтому большая или большая группа пациентов в течение десятилетия оставалась за пределами интереса психоанализа. Клянь вернулась к этим идеям и описала психический механизм инвестиции либидо в объект. Для того, чтобы поместить любовь и другие переживания, ребенок, а затем взрослый человек, использует механизм проективной идентификации. Бион развил концепцию проективной идентификации как отношение между контейнером и контейнером. Бион считал, что при удачном стечении обстоятельств между матерью и ребенком посредством проективной идентификации устанавливается особый тип связи. С помощью такой связи ребенок помещает в мать свои переживания. После рождения физическая и психологическая ценность ребенка находится под угрозой распада. Ребенок оказывается в непривычной среде, которая помимо разных других функций связывала тело и психику в единое целое. Особая связь между ребенком и матерью, которая осуществляется с помощью проективной идентификации, дает возможность ребенку поместить свое психическое содержание внутрь матери, где она может удерживаться психической целостности. Ребенок с помощью психической связи может на некоторое время вернуться в внутреннее состояние, избежать угрозы распада. Если такая связь устанавливается, то ребенок получает возможность с помощью внешнего первичного объекта восстановить свою целостность. Эти были идеи развернуты в работах Вик и Мельцера. Этот процесс закладывает основы для объектной связи с внешним миром. Объектные отношения дают возможность на протяжении всей жизни поддерживать свою целостность и получать любовь и подтверждение своей ценности. Мать или первичный объект выполняет очень важную функцию. Младенец помещает в мать приятные и неприятные переживания, с которыми он не может справиться, так как они вызывают слишком сильное возбуждение, которое угрожает распаду психики ребенка. Если связь между матерью и младенцем оказывается достаточно хорошей, то мать выполняет роль хорошего контейнера и благодаря состоянию проверить мечтание переваривает неприятные переживания у младенца. Затем она возвращает их ребенку в уже преобразованном виде, в решенном токсичном возбуждении. Ребенок переживает это как любовь и забота, ощущаемые на физическом уровне как свою целостность, а на психическом восстанавливается первичная связь с материнским питающим объектом. Если этого не происходит, ребенок сталкивается со скучным объектом. Такой объект дает возможность физического существования, но не дает возможности развиваться в важном для психики ребенка переживании. Ребенок вынужден милиться с подавлением своей психической жизни ради выживания. Бион описывал такой объект как обдирающий. Если подобная ситуация продолжается длительное время, то это приводит к патологическим изменениям. Ребенок вынужден подавлять и отщеплять часть своей психики. Со временем он теряет возможность к нормальной психической жизни, к установлению связи, где происходит психический обмен между объектами, между контейнером и контейнером. Ребенок оказывается намертво привязан к обдирающему типу отношений, где он вынужден сам милиться и изнывать в ожидании оживляющего объекта, как в пьесе Сануэля Бекета в ожидании годов, или чувствовать себя единственным его обладателем, не нуждающимся в других людях. В работе «Печаль и меланхолия», которая, как считается, определяет поворот к теории объектных отношений, Фрейд описывает внутреннюю борьбу при депрессии. Центрально в этой борьбе оказывается стремление избавиться от объекта, который не дает возможности нормальной жить и развиваться. В то же время разрыв с которым воспринимается, как угрожающий физическому существованию. В ситуации со скукой мы имеем дело с похожим феноменом. Ребенок, оказавшись, оставлен один на один с переживаниями и ощущениями, которые он не может контролировать, испытывает страх, что его хрупкое эко не выдержит такой стимуляции и может быть разрушен. В такой ситуации мучительные переживания невозможно смягчить хорошими, и хороший объект воспринимается как скучный или обдирающий. Ребенок вынужден использовать негативные переживания, прежде всего страх и боль, для связи с объектом. Такие отношения становятся основой для сохранения и развития эго. Ребенок использует страх и ужас для подтверждения, для преждевременного освоения способностей, для того, чтобы подстроиться под недостаточно хороший объект. Когда, говоря языком Дона и Добини Кота, младенец пытается превратить недостаточно хорошую мать в достаточно хорошую. Чем хуже внешний первичный объект, тем больше младенцу приходится задействовать свои психические ресурсы для исправления тяжелой ситуации. Если усилие превышает возможности младенца, то процесс превращается из атонационного в патологический, и запускаются бредовые механизмы и психотичные. Реалистичная зависимость от внешнего хорошего объекта подменяется к гулиноцинаторному ощущению всемогущества, где ребенок обладает способностью превратить первичный фрустрирующий объект в хороший и удовлетворяющий. Исходя из своего опыта, Бион считал, что таким образом его пациенты вынуждены создавать так называемые странные объекты, считающие в себе бредовые элементы и часть реальных объектов. При таком положении дел основная часть либидо ребенка уходит на поддержание ощущения нарциссической грандиозности. Центральная роль в этом играет ужас и ненависть. В психике устанавливается неживой объект, не способный отвечать на психические потребности ребенка, но который может соблазнить, напугать или обмануть. Основным способом отношений с плохими объектами становятся в разных сочетаниях жестокость, схило, хитрость, в паре с самоуничижением и заискиванием. Фейнберг, а затем Розенфельд описали, что инстинкт смерти используется для построения неживого контейнера, где живая самость находится в области мафиозных структур. Такие мафиозные структуры держат самость в заложниках. Появление хороших объектов угрожает разрушить власть мафиозных структур и приводит к усилению атак плохих объектов, находящихся под контролем инстинкта смерти. Кризис или психотический эпизод может стать поворотной точкой как окончательному постановлению психотических структур, так и новым началом для развития психического аппарата в сторону утверждения принципа жизни и утверждения принципа реальности. От теории к скуке. Клиническая часть. Клиническая часть. Ирма Бремон-Пик говорит, что пациента надо держать двумя руками. Если это применить к состоянию скуки с тяжелыми пациентами, то важно одной рукой останавливать соблазняющие и одурманивающие влияния инстинкта смерти, с другой удерживать от провала глубокое отчаяние. Скука поддерживает одурманивающую фантазию о том, что хороший объект сам поверожден, и можно обходиться без него. С другой стороны, она удерживает от провала в депрессию. Мы вынуждены иметь дело с обеими частями скуки. С тяжелыми пациентами, чья психика находится в околопсихотическом регистре, психотерапевта проецируется неживой контейнер. Сам пациент идентифицируется с изворовывающим или, как писал Бион, обдирающим объектом. Аналитическая способность подвергается подавлению. В контрпереносе психотерапевт чувствует, что лишился своей аналитической способности. Процесс психотерапии превратился в скучную механистичную процедуру. Психотерапевт чувствует себя беспомощным, пустым и ненужным. Защитой от таких тяжелых чувств может стать ощущение грандиозности. Терапевт оказывается захвачен идеей, что мучительные переживания необходимы для спасения пациента. В то же время он вынужден заискивать, соблазнять мафиозный объект, чтобы не стать мишенью для безумной ярости пациента или самому не превратиться в деспотичный объект. Сложность в том, что мафиозный объект, выступающий в роли жестокого суперэго, дотошно контролирует сознательную и вербальную активность пациента. Это лишает психотерапевта прямого доступа к важной части психики пациента. Состояние скуки трудные пациенты используют для невербального воздействия на психику психотерапевта. Образы, мысли, переживания подменяются воздействием на соматическом уровне. Адресатом такого воздействия оказываются довербальные телесные ощущения психотерапевта. Под покровом скуки пациент обращается к самым равным персекуторным переживаниям, задействует при этом наиболее мощные первичные защитные механизмы психотерапевта. Розенфильд пишет, невербальные взаимоотношения между пациентом и аналитиком относятся в основном к ранним инфантильным аспектам отношений переноса, которые включают в себя позитивные и негативные аспекты проективной идентификации, ведущие к слиянию, но чаще к смешению путаницы я и объекта. Процессы пациента могут вызывать появление тревожных реакций контрупереноса у аналитиков, такие как серьезное беспокойство и замешательство. Это может привести к защитному поведению или агрессивному, сознательному или бессознательному неприятию пациента. Если аналитик или психотерапевт сможет обнаружить у себя элементный защитный поведение, то у него появляется возможность преодолеть тревогу и спутанность. В такой ситуации агрессивное или уступчивое поведение дает доступ к невербальным аспектам коммуникации. Психотерапевт возвращает себе возможность иметь дело напрямую с разрушительными процессами. Для пациента это шанс разрешить свои конфликты по-новому без использования психотических защит. Кризисные моменты могут стать новым началом для психотерапевтической пары. К сожалению, как это часто бывает, это невозможно, пока не произошло разыгрывание разрушительных процессов внутри психотерапевтических отношений. Закончить я хотел бы также словами Бродского из его эссе «О пользе и скулке». «Однако, если другие средства не подействуют, впустите ее, шевырните свою душу в сгущающийся мрак, раскройте объятия и дайте себя объять скулки и тоски, которые в любом случае больше вас. Несомненно, вам будет душно в этих объятиях, но попытайтесь вытерпеть их сколько сможете. А зачем еще немного? Самое главное, не думайте, что вы где-то сплоховали. Не пытайтесь вернуться, чтобы исправить ошибку. Нет, как сказал поэт «Верь своей воле». Это ужасные медвежьи объятия не ошибка. И все, что вас беспокоит тоже. Всегда помните, что в этом мире нет объятий, которые в конце концов не разомкнутся. Я не желаю вам ничего, кроме счастья. Однако будет масса темных и, что еще хуже, унылых часов. Рожденных настолько же внешним миром, насколько и вашими собственными умами. Вы должны будете каким-то образом против этого укрепиться. В чем я и попытался вам помочь. Здесь моими малыми силами. Хотя этого, очевидно, недостаточно. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо, Алексей Борисович. И теперь я предоставляю слово Иванову Сергею Геннадьевичу, которого все присутствующие, я надеюсь, прекрасно знают. Но, тем не менее, стоит добавить, что Сергей Геннадьевич – кандидат Международной психоаналитической ассоциации, член ЮРПО, ассоциированный член СКПА. Спасибо большое. Алексей, когда мы обсуждали, как я буду содокладывать, попросил меня в письме, чтобы как-нибудь сравнить это с моими впечатлениями, связанными с футболом. Потому что я очень в свое время впечатлила, ну, как человека совершенно равнодушного к футболу, вот описание моих чувств и даже захватила его. Теперь он даже знает, кто такой, кто такие Роналды в месте. И я, когда прочитал доклад, я, во-первых, и предвкушение, и само чтение для меня, в общем, вполне было сравнимо с тем, что через неделю будет финал Лиги Чемпионов. И я думаю, что это для меня вполне сопоставимо с интересом. И читать доклад была очень интересна. Конечно, такая странная вещь, читать доклад о скуке с чрезвычайным интересом. Но я все-таки очень рад предоставленной возможности высказать свои впечатления и мысли первым. И надеюсь, это как-то поможет в дальнейших дискуссиях определить их направление. Потому что, мне кажется, таких направлений очень много. Ассоциация, которая возникла у меня, это «Живая мертвая вода». Это не новая далеко ассоциация. У нас уже был доклад Сергея Пешкова, который назывался «Живая мертвая вода. Понимание». Но вот у меня снова возникла она. И в связи с тем, что в сказках мертвая живая вода используется для оживления погибшего героя. При этом мертвая вода необходима для того, чтобы соединить вместе разрубленные части тела и придать ему целостность и структуру. А живая вода уже может действовать только после этого, чтобы герой по кусочкам не разбежался в разные стороны. Здесь, наверное, тоже очередная такая вот мостик со вчерашней мастерской о Пушкине, потому что у Пушкина, в Руслане и Людмиле эта процедура описывается, как оживляют Руслана. Я был в частности тех, кто слышал доклад Алексея на святках. Еще тогда у меня было ощущение опасности распада психики пациента. Я был очень впечатлен усилением, которое приходилось предпринимать Алексею, чтобы постепенно собрать пациента. И, конечно, вот это красивое окропление водой мертвой и соединение возможно только в сказках. А вот в клинической реальности, которую тогда описывал, сейчас описал Алексей, речь идет о очень тонком взаимодействии с явлением инстинкта смерти, которого, по мнению многих психоаналитиков, не существует. Это, наверное, один из началов дискуссии о том, есть ли то, о чем мы говорим. Но мне близка интерпретация работы Фрейда по ту сторону принципа удовольствия, где как раз он свои мысли об исследовании смерти высказал. Это интерпретация Иконина и Рекорда, финских авторов. Я думаю, что здесь стоит упомянуть, что Эра Рекорд, он был в числе основателя Европейского психоаналитического института, то, что сейчас называется Европейским психоаналитическим институтом. Многие из нас являются студентами этого института. До сих пор Светлана даже в рамках этого института уже стала психоаналитиком, защитилась. И поэтому, я думаю, что не случайно тоже такой вот исторический аналогий Рекорд. – Поэтому, в принципе, у нас все равно. – Да. Я думаю, что во многом все-таки… – А вот это за ум? – Так вот. – За красоту сидишь? – Да. Я думаю, инстинкт жизни активно прорывается. – Но вот по их мнению, значит, они интерпретируют мысли Фрейда так, что в этой работе говорится о стремлении к состоянию покоя и устранению раздражителей, иногда любой ценой. Инстинкт смерти имеет целью направить в психическую активность полезное русло, придать форму неопределенному желанию связать его. Вот термин связывания у них имеет большое значение. Они сравнивают функцию инстинкта смерти с психическими гетероиммунными и аутоиммунными реакциями. И здесь мне тоже Алексей просил объяснить, что имеется в виду с точки зрения такой медицинской. Это, наверное, аналогия, опять-таки, возвращая к Фрейду, когда иммунитет работает для того, чтобы устранить ненужное. Но если он работает неправильно, то это очень страшно для организма. И медики знают, что наряду с известными, наряду с раком, который является таким часто синонимом смерти, существуют болезни, которые не менее страшны. Системная красная волчанка и другие аутоиммунные заболевания, которые для человека являются практически смертельными. И вот взаимодействие как раз инстинктов с жизнью и смертью придает форму психическим процессам. И инстинкт смерти стабилизирует и крепляет эти формы и структуры. Однако без инстинкта смерти вообще смысл этого укрепления теряется. В отличие от Фрейда и других аналитиков, которые считают инстинкт смерти немым, многие вслед за Кляйм ищут, как он себя проявляет, ищут его банкеры. И вот, на мой взгляд, Алексей Сюандопадев любит идею о том, что таким маркером является скука. Иконин и Рехард рассматривают в качестве такого маркера стыд, однако с их точки зрения он может проявляться и в скрытом виде, в том числе и как скука от стыда. Здесь мы уже сталкиваемся с тем, о чем упомянула Светлана, про то, насколько разнообразны это явления скука и какие эти разнообразности. И вот их описание такого проявления очень похоже на то, как Алексей описывал параличий морок, в котором он находился. И самое, наверное, одно из самых таких сложных в этом состоянии, то, что возникает угроза уйти в область того, что в таблице Биона обозначено как колонка лжи и колонка пси. Когда аналитик начинает феоритизировать, давать интерпретации, чтобы успокоить самого себя, для того, чтобы продемонстрировать, что он понимает, что происходит, хотя на самом деле это не так. Или когда он обращается к воспитательным или другим неаналитическим мирам. И это связано с болью из-за непонимания и неверенности, фрустрации и необходимости ждать, пока аналитическая ситуация прояснится. То, что как раз вот очень здорово, на мой взгляд, Алексей описывает. И вот в такой ситуации, в которой он описывает, сколько может стать тем самым стабилизатором, который укрепляет структуру убежища. Убежище я имею в виду как раз вот патологическую организацию или защитную организацию, о которых так много сейчас говорит. Она как раз возникает в этой ситуации. Мне кажется, что это особенно актуально. Не случайно полностью была посвящена одной из школ нашего института вопросу психических убежищ. И на последней школе в Барселоне испанский психоаналитик Боднер рассказывал о том, о замороженном объекте, который находится в основе защитной системы. Мне кажется, что скучный объект, о котором ведет речь Алексей, тоже находится в основе патологической организации. И сложность в том, что в данной ситуации он оберегает с одной стороны от фрагментации и спутанности, а с другой стороны от тревоги и психического страдания. И у таких пациентов нарушено взаимодействие между внешними и внутренними объектами. То, что исследовал БИОН. Одним из основных условий для того, чтобы наладить это взаимодействие, является то самое мечтание. Я думаю, что, как вот и в слове, наверное, с многими терминами мы можем говорить о том, как понимает каждый из нас то или другое явление. Поэтому мечтания тоже, наверное, можно говорить очень много. Но, на мой взгляд, именно оно дало ослабить анестезию скупки или вот это вот объединяющему эффекту, о котором говорит Алексей, и осознать контрпереносные чувства, которые дали доступ к депрессивным переживаниям, предавым фантазиям и травматическим воспоминаниям. Изменения в структуре, даже минимальные, они вызывали определенное повышение проницаемости отношений между внешними и внутренними объектами и самостью. И хотя потом вот как раз уже ослабело, когда защитное действие скупки было уже гораздо больше живости, но одновременно с этим ситуация уже требовала и от Алексея большей активности, когда он уже сливался с реальными прототипами плохих объектов из прошлого. В этой ситуации проявляется возможность развития пациента за счет возвращения проекций, переработан бидии и работы альфа-функции. Риск, связанный со снижением стабилизирующей функции инстинкта смерти, проявлялся в психотических эпизодах. Я думаю, что просто даже представить, когда пациент, по-моему, обращается, представляя вас в другом, в качестве другого представителя другого пола, это тоже очень непросто. Тогда аналитическая пара возвращалась к прежней ситуации, однако сформированный контейнер, который справился с такой нагрузкой, обеспечил возможность перенести непереносимое. Это тоже была одна из тем школ. И вот меня, конечно, очень впечатлило, это обновило описание Алексея и его работы. И как раз вот аналитик, который описывал термин «аналитический третий» Томас Огден в своей книге «Мечты и литации», по-моему, он писал, что «мне все больше кажется, что ощущение жизни и смерти в каждый данный момент аналитического часа является главным показателем аналитического процесса. Возможность средствами языка уловить и передать ощущение тонкого взаимодействия жизни и смерти в переживаниях человека в аналитических сеансах является главной задачей современного психоанализа». На мой взгляд, в представленном докладе сделан очередной шаг к решению этой задачи и надеюсь, этому будет способствовать и наше обсуждение. Спасибо большое. Спасибо, Сергей. Я, когда писал доклад, или уже когда написал, очень боялся, что инстинкт смерти победил, и он станет каким-то занудным или заумным, и какая-то живость потеряется. Поэтому я благодарен, что ты его окропил живой водой и вернул ту живость, которой ему не хватало. Спасибо. Продолжение следует...